Здравствуйте! Вы смотрите программу, подготовленную Пресс-службой правительства о правительстве для народа. Каждое воскресенье вертикаль власти изнутри показывает вам работу механизма власти. День ребенка на этой неделе отмечал весь мир. Еще в 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала вести этот праздник всем странам. Самые острые первоочередные проблемы, естественно, связаны с детьми. Это во всем мире. Особое внимание уделяется защите прав ребенка. У нас в Южной Осетии, можно сказать, положение намного лучше, чем в той же, к примеру, Европе. Очень часто из средств массовой информации мы узнаем о действиях ювенальной юстиции, повторюсь, в той же Европе. Они считают это защитой прав детей, может, в большинстве случаев издевательством над ребенком и семьей. В России же это органы опеки и попечительства, которые обязаны наблюдать, помогать и предупреждать насилие и издевательства над несовершеннолетними. Так вот, со слов Гульнары Кузаевой, у нас в Южной Осетии нет таких специальных органов, контролирующих неблагополучные семьи. Есть только уполномоченные по правам ребенка и детская комната милиции. Какую работу проводит сама Кузаева в нашем материале? Уполномоченная по правам ребенка Южной Осетии Гульнара Кузаева встретилась во Владикавказе со своей коллегой из Российской Федерации Анной Кузнецовой. На мероприятии также присутствовал уполномоченный по правам ребенка Северной Осетии Артур Кукаев. Встреча состоялась по инициативе Анны Кузнецовой, которая впервые с момента назначения приехала в Северную Осетию, чтобы поближе ознакомиться с проблемами в республике. Как ни удивительно, но встреча омбудсменов состоялась в праздник, тесно связанный с их деятельностью, во Всемирный день ребенка. В ходе встречи принимался вопрос о соглашении между уполномоченными при президенте Республике Южной Осетии и Российской Федерации по правам ребенка о сотрудничестве. Более подробную информацию нам рассказала уполномоченная по правам ребенка Южной Осетии Гульнара Кузаева. Значит, встреча с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой прошла по ее инициативе. В рамках ее поездки, рабочей поездки в Северную Осетию, должно было состояться заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта «Семиведение», куда была приглашена и уполномоченная по правам ребенка Южной Осетии. После заседания состоялась личная встреча между уполномоченными. На встрече присутствовал уполномоченный по правам ребенка Северной Осетии Артур Кукаев. Анна Юрьевна Кузнецова оказала готовность помочь в становлении и развитии института уполномоченных по правам ребенка в Южной Осетии. В этом случае поднимался вопрос подписания соглашения между уполномоченным по правам ребенка Российской Федерации и Южной Осетии. Я думаю, что после подписания соглашения можно уже будет говорить о каких-то конкретных совместных проектах, которые принесут пользу нашим детям. Анна Кузнецова также отметила, что продолжится практика приглашения уполномоченного по правам ребенка на съезды уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской Федерации. Какие проблемы мы поднимали еще? Она очень активно интересовалась проблемами семьи и детства в нашей республике. Мы рассказали и о том, что несмотря на традиционный уклад Южных Осетин, где всегда на первом месте семья и дети, должность уполномоченного по правам ребенка оказалась достаточно востребованной. Потому что к нам обращаются. Это говорит о том, что существуют проблемы в сфере семьи и детства, которые надо решать. Проблемы, конечно, не повсеместны, но они есть. Много проблем, которые нужно решать на государственном уровне. Мы много уже об этом говорим. Отсутствие закона об опеке и попечительстве комиссии по делам несовершеннолетних, которые являются основными органами государственной системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, до недавнего времени работали на общественных началах. Это недопустимо. Сейчас уже положение, рекламендирующее деятельность этих комиссий, оно утверждено. Нужные штаты открываются. Сейчас комиссии должны заработать в полную силу. Анна Юрьевна Кузнецова пообещала помочь и предоставить нам методическую, методологическую литературу, которая касается деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Необходимо сформировать правительственную комиссию по делам несовершеннолетних, которая будет курировать комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города и района. Учитывая процесс развития информационных технологий, мы не могли не задать вопрос о влиянии интернет-ресурсов и телевидения в целом на наших детей, о том, какая работа ведется в этом направлении и какие меры принимаются для ограждения их от негативного воздействия. В этом вопросе я прежде всего хочу отметить положение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью. То есть у нас есть такой закон, который должен защищать детей от нежелательной информации. Этим законом установлены виды нежелательной информации. Это в первую очередь информация, которая отрицает семейные ценности, информация порнографического характера, информация, которая побуждает детей к совершению суицидов, к употреблению психотропных и наркотических средств, табачных, изделий, алкогольной продукции. Законом определены два контролирующих органа. Это Министерство образования и науки Республики и Комитет информации и печати. Эти два органа исполнительной власти должны активно взаимодействовать по этим вопросам. То есть они должны вовремя пресекать нежелательную информацию, которая поступает в доступное поле детей. Ну, конечно же, никакие профилактические меры не будут действенны без участия семьи, потому что все должно исходить из семьи. Многие родители думают, что времяпровождение детей в сети интернет безопаснее, чем там отпустить его погулять в сомнительной кампании. Но когда родители с детства приучают детей основам безопасности на улице, точно так же они должны приучать детей основам безопасности в сети интернет. Потому что ребенок сам не может справиться с огромным потоком информации, которая на него идет из сети. Я думаю, что надо проводить разъяснительную работу и с родителями, потому что многие родители не понимают, как это опасно. Хочу отметить работу инспекции по делам несовершеннолетних, которая провела очень хорошую работу в этой области. То есть они объездили все школы, проводили и проводят сейчас тоже разъяснительные работы со школьниками. Козаева также пояснила, что необходимо внедрить изучение осетинской и оландской культуры в школьную программу для духовно-нравственного воспитания наших детей и развития института семьи. Сейчас в российских школах в учебную программу планируется внедрить курс семиведения, для того, чтобы повысить престиж семьи, привить детям семейные ценности. Потому что в последнее время в Российской Федерации очень много разводов. То есть программа разработана видными учеными Российской Федерации. И Анна Кузнецова спрашивала, возможно ли внедрение в наших школах уроков семиведения. Но там есть такие темы, которые, учитывая наш менталитет, не совсем приемлемы для преподавания в школах. Я думаю так, что... Ведь в последнее время у нас очень много говорится о том, чтобы вернуть былое величие Алан, пропагандировать аланскую культуру, внедрить в школы хостинские традиции и обычаи. Я вот как раз таки думаю, что если наши дети будут изучать этот предмет, то там как раз таки очень четко обозначена роль семьи. Кто никак, как не астин и понимает, что такое семя, что такое ребенок. То есть изучая традиции астин, традиции обычаи астин, там четко обозначена роль матери, роль отца в семье, уважение к старшим. Я думаю, что поддержание и реализация данной инициативы не только будет способствовать развитию института семьи в республике, но и приблизить наших детей к нашим великим предкам. Завершение уполномоченное по правам ребенка добавило, что в ближайшее время планируется создать детский общественный совет, который будет способствовать сплочению детей и вовлеченности их в те программы, реализация которых стоит на повестке дня. Югостельхознадзор. Новая служба, созданная аккурат перед днем работника сельского хозяйства. Ведомство, как оказалось, необходимое в наших условиях. Наверное, не стоит повторять, что дела на селе у нас не очень положительны. Однако надежду дает руководство республики. Самое пристальное внимание будет уделяться промышленности и сельскому хозяйству. Так вот, схему работы нового ведомства, планы и задачи мы выяснили у его руководителя. Южная Осетия сможет поставлять сельхозпродукцию на внешний рынок. Для этого местным производителям нужно получить сертификат качества. Выдавать сертификаты будет новая надзорная служба Югостельхознадзор, созданная по указу президента Анатолия Бибилова в октябре текущего года. На сегодняшний день экспорт товаров из Южной Осетии в Российскую Федерацию затрудняется из-за отсутствия у югостинских производителей соответствующего документа качества, который бы устраивал российскую сторону. О том, как решается этот вопрос и какие первые шаги были сделаны в этом направлении, а также в работе в целом, нам рассказал руководитель государственной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора Алан Маргиев. Как вы знаете, служба ветеринарного и фитосанитарного надзора Республики Южная Осетия создана указом президента Республики Южная Осетия. Цель и необходимость ее создания обуславливается тем, что до момента ее появления в нашей Республике не было соответствующего органа, который бы осуществлял надзорную деятельность в ветеринарной и фитосанитарной сфере. То есть те учреждения, которые существовали ранее, это государственные учреждения управления ветеринарного надзора и управления по фитосанитарному ветеринарному надзору, которое было в Министерстве сельского хозяйства в нашей Республике, они по своему статусу были не вправе осуществлять данный вид деятельности. И, несомненно, как бы это создавало определенные преграды для того, чтобы наша продукция, продукция, которая производится на территории Республики Южная Осетия, она попадала на российский рынок. И как частный случай мы можем сказать о том, что, например, вот то мясоперерабатывающее предпятие, которое появилось у нас в Республике, о Росдон, в данный момент, пока, к сожалению, не имеет возможности вывозить свою продукцию и реализовывать ее за пределами нашей Республики. Та же проблема, в принципе, ждала бы и ждет, как бы, организацию сады Росдона, которые занимаются посадкой плодовых деревьев на территорию нашей Республики. И как раз с целью того, чтобы решить эту, несомненно, очень важную проблему, была создана наша служба. Что касается основных задач, которые стоят перед нами, это, несомненно, первое, организовать эффективную систему и наладить эффективную систему по ветеринарному и фитосанитарному надзору. С тем, чтобы вся продукция, которая производится на территории нашей Республики, продукция сельхозназначения, она соответствовала всем нормам и требованиям, которые в ней предъявляются. К сожалению, пока те условия, которые имеются у службы, они не позволяют нам проводить эффективно исследования что в ветеринарной, что в фитосанитарной сфере. То есть лаборатории наши, они, к сожалению, пока на данный момент недоукомплектованы, что не позволяет нам проводить весь комплекс мероприятий по эффективной оценке нашей продукции. Это, опять же, создает проблемы, чтобы наша продукция поступала на российский рынок. То есть, исходя из тех исследований, которые должны у нас проводиться, мы выдаем сертификаты в соответствии нашей продукции, и с этими сертификатами продукция поступает на российский рынок. Стоит отметить, что ведется активная работа в том направлении, что мы согласовываем сейчас с коллегами из Россельхознадзора возможность прохождения нашей продукции всех исследований на территории Российской Федерации на базе одной из подвергственных Россельхознадзору лабораторий, с тем, чтобы на основе этих исследований мы могли здесь выдавать соответствующие документы, и с этими документами наша продукция могла бы поступать на российский рынок. Данный вопрос находится на проработке. Хотел бы отметить, что ведется очень тесная и плодотворная работа с коллегами из Россельхознадзора. Полное понимание и поддержка со стороны Россельхознадзора, она у нас есть во всех, без исключения, направлениях, что в ветеринарии, что в области фитосанитарии, за что им, конечно, огромное спасибо. Также в Россельхознадзор мы набрали образцы тех сертификатов, которые мы будем выдавать, которые будет выдавать наша служба. Они на данный момент проходят там согласование. С учетом всех замечаний, которые будут по итогам изучения этого вопроса, мы их все учтем и уже приступим к изготовлению этих сертификатов. Я думаю, что параллельно решится вопрос предоставления нам лаборатории, в которой наша продукция будет проходить пока исследования, до тех пор, пока наши лаборатории не получат аккредитацию. Маргев также рассказал, что проблемы с африканской чумой свиней, вспыхнувшей в мае этого года в Южной Осетии, сильно повлияли на экспорт местной продукции за пределы республики. В результате чего Югостельхознадзором совместно с другими ведомствами была проведена комплексная работа для снятия ограничения на вывоз местной продукции. Есть еще одна важная проблема, на которой нам следует остановиться. Как вы помните, в республике Южная Осетия в мае 2017 года в Снаурском районе произошла вспышка заболевания АЧС, африканская чума свиней. И вот в связи с этим были наложены ограничения на вывоз из республики Южная Осетия мясо мясной продукции, в том числе свинины и не только. Был силами Министерства сельского хозяйства, ветеринарных служб районов республики Южная Осетия были проведены все мероприятия, весь комплекс мероприятий по ликвидации и дальнейшему нераспространению данного заболевания. Конкретно в Снаурском районе были проведены все мероприятия, которые предусмотрены ветеринарными правилами по ликвидации данного заболевания. Были установлены дезбарьеры на въезде и выезде из района. То же самое и в других районах ветеринарными службами районов. Были проведены инспекции и подворный обход в частных подворьях, в фермерских хозяйствах. Была проведена разъяснительная работа среди населения о тех правилах, о тех нормах, которым должны следовать все фермеры, все наши жители, у которых имеются частные подворья. И эта работа, она дала результаты. В общем, на сегодняшний день на территории Республики Южная Осетия, по информации, которая была представлена управлением ветеринарией, Министерством сельского хозяйства, а также ветеринарными службами районов, на данный момент вспышки заболевания африканской чумы свиней уже не наблюдается. В рамках данного мониторинга, который проводился на территории Республики Южная Осетия, были отобраны биоматериалы от живых животных, и были направлены на исследование. Эта работа проделалась ветеринарными службами районов и управлением ветеринарией Министерства сельского хозяйства. Они были направлены в Российскую Федерацию на исследование, в Кропоткинскую ветеринарную лабораторию. И результаты по этим пробам, они дали нам результаты, что африканская чума свиней по тем пробам, которые представлены, не вырявлена. Данные результаты были направлены в Россельхознадзор, для того, чтобы они их изучили и приняли к сведению, что, несомненно, важно, для того, чтобы постепенно мы подводили все к тому, чтобы все ограничения, которые были наложены на вывоз из Республики мясной продукции, они были сняты. Резюмируя, Маргев отметил, что служба фитосанитарного и ветеринарного надзора пока находится на начальном этапе своего развития. Однако при грамотном подходе и с той поддержкой, которую оказывает руководство Республики, мы в кратчайшие сроки наладим работу нашей службы и выведем ее на должный уровень, с учетом тех проблем, с которыми сталкиваются местные производители. На этом программа подошла к концу. Увидимся в следующее воскресенье.